В Кремле не согласны с утверждением, что трудности в российской экономике привели к существенному снижению доходов населения. При этом Песков указывает, что программа антикризисная работает и позволила не так сильно снизиться доходам населения. Дескать, может и снизилась, но все в норме. Нам-то отсюда виднее. Правда, показатели Росстата говорят о снижении доходов россиян на почти 11%, инфляция по прогнозам Центробанка составит 12-13%, спад, не рост, а спад экономики на 4% по прогнозам Уликаева. Можно подумать, что без антикризисной программы показатели были бы еще хуже. Так насколько реально снизились доходы населения России и насколько лучше заживем такими темпами, рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, биржевой эксперт-экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. ТВ не имеют никакого отношения к жизни 85-90% россиян. Если в среднем по стране средние зарплаты падают на 11%, то реально зарплаты в среднем по стране падают на все 20%, потому что масса инфляция в России не 15%, как пишет дорогой уважаемый Росстат, а минимум 20-25% это так называемая социальная инфляция. Товары и услуги первой необходимости, а именно продукты, питание, медикаменты, проезд на транспорте, жилищно-коммунальные услуги, обязательные платежи государству и округлого государственного центра, они растут в минимум на 20-30%. Получается снижение доходов в два раза за полтора года? Это несущественно, но бывает. Эксперт указывает на то, что подобного падения уровня жизни россиян не наблюдалось с 1998 года, и как бы нам не откатиться до 1991-1992 годов, времен шоковой терапии Гайдара Чубайса, а оправдательные намеки Кремля о том, что антикризисная программа работает, и благодаря ей все не так плохо. По мнению Владислава Жуковского, говорят об опасениях чиновников за свое будущее. Первое, это попытка сделать вид, что все хорошо, что все не так плохо, как там запугивали товарищи Чуковский, Потапенко, Глазев, Делягин, Хагин, Катасонов, Абхин, Хлеботесов. Что, мол, они апокалиптические прогнозы давали, а все в стране хорошо, то есть обосновать свои необходимые, что мы такие эффективные, замечательные, умные, талантливые, мы все незаменимые. Плюс ко всему, эти ребята просто реально не понимают, что происходит, как бы не надо, предоставили такие вкусные потенциалы. Нам у нас есть люди очень посредственные и очень постоянники способностей. Пока народ пичкает из этой пропаганды, что все здорово, мы живем, мы здоровы и проблем не будет, на самом деле все очень-очень не здорово и будет на самом деле ситуация только ухудшаться. Поэтому все взорвется, вопрос просто, когда котел там залетит. Вопрос только лишь сроков, не более того. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok